так друзья это наш напорный бак это наша теплица черный черный шланг черный шланг тимоша пошла да но тут пережала значит друзья мои вы видите оранжерею кусочек египта или италии сибири первый год я делал такую систему только потому что в прошлом году выдержали персики слегка подмёрзли еще одна 40 градусная зима 2 и персики 3 у меня погибло остальные еле выжили и тогда я решил подстраховаться вот это поливай поливай вот это наше потомство вот нормально вот так поливай когда и не лей под этот корни размоешь а так чуть-чуть отступи вот так вот и вот значит я взял 12 сеянцев персиков и посадил теплицу впервые это называется страховой фонд сорняк как сорняки любят расти ну так как в сибири место для нас сергей между мне то я еще сделал прививки персиков и абрикосов вот привил и перенес сюда вот они лишь бы только росли но для персиков это место временно они будут вот-вот пересажены на постоянные места если найдем куда персики останутся здесь навсегда вот когда их садил все они выглядели одинаковыми маленькие маленькие вот смотрите видите все были обрезаны то есть выкопаны они были с временного места вот примерно вот такими вот вот и обрезка была вот так это уже начинается учеба вот смотрите видите обрезка вот она и после это учитывая особые условия регулярный полив вот они вымахали за лето вот таким вот это их будущее вот зачем я это сделал причина первая практичная деваться некуда еще до 40 градусов зимой могут до конца замерзнуть которые и так сильно подмёрзли персики которые всю жизнь у меня прожили на свежем воздухе скажем так вот и вторая причина вот у меня собирается информация медленно много лет и постепенно о том что при определенных условиях деревьям возвращается их качество присущее наверное райскому саду вы знаете вы видели сотни моих фотографий с роскошнейшими плодами которых ночи садах не то что не выращивать даже не пытается выращивать вот и учитывая что в части случаев удается увеличить размер плодов до невероятного вот я эти факты собираю последний был даже для меня железо удивительный тимоша ним не лей под это размой шкор не отступить вот значит письмо фотографиями от садовод шаломай из сахалинской области острова сахалина он вот эти же мои персики взял и посадил теплицу размер плодов увеличился в два раза считалось что хасанский персик он как бы уже чуть ли не загублен как морду воротили я угощал персиками из деревьев непривитых это чаще условия плодов было много но они были мелкие уже хотя потому что их много я же не прорежу вот а здесь и даже правда когда было мало плодов все равно их много и крупными они не были 30 40 грамм этот фактически предел уже 50 это может быть единичный случай то же самое у Черныбаева сад дублер вот начинал он тоже с двух моих саженцев размножил и косточками размножил и прирывками размножил но тоже мелкие вот шаломай меня ошеломил в буквальном смысле ошеломил чтобы это получилось вот этот буквально загубленный как бы с точки зрения генетики с точки зрения сортообразования персик вдруг вернул себя качество присуще видимо тому каким он был на крайнем юге а может быть в райском саду вот и что дальше я решил повторить эксперимент вот он эксперимент ухаживают дети ухаживаю я вот я хочу его ставить детям значит какое у него будущее ну наверное хотя им сейчас только следующая весна исполнится два года учитывая вот эти роскошные условия вот эти вот роскошные условия вот они выглядят совершенно взрослыми и на них есть плодовые коротенькие плодовые веточки вот если приглядеться вот и они могут дать урожай получается на третий год это раз и второе я решил в этом году не срезать черенки не продавать с першиков которые у меня растут на воздухе то есть неукрованные потому что я их могу до гробить тогда остается вариант срезать вот эти вот черенки для вас можно ли считать когда они опадут листья когда наступит морозы они полностью уснут можно ли считать их ты можешь это ты сможешь выключить иди выключай молодец вот сможем ли мы считать что они полноценно выросли в теплице но во первых тепло тепла в этом году не было жары не было и даже здесь я поливал через день через два земля высыхала быстро а жары не было здесь никогда потому что не было теплого лета впервые то есть условия были не тепличные а среднесибирскими так назовем раз второе черенки я буду связать в ноябре они не успеют изнежиться то есть черенки этого года будут вполне полноценными с полностью сохранив свой генетики именно вот этот вариант морозостойкости который выдерживал до 40 градусов до подмерзала но даже повзоносила далее значит что будет дальше дальше неизвестно сколько лет у них сохранится и не исчезнет ли эта морозостойкость постепенно и не окажется мои самые морозостойки в мире хасанские персики именно мой вариант это несколько поколений не окажутся ли они такими обычными как в италии испании то есть минус 30 прощай минус 30 прощай вот посмотрим добавьте сюда длиннюю сибирскую зиму то есть может я бы даже складывал не только экстремальные морозы или как принято делать морозы допустим за три месяца вот вот если брать все цифры вот начиная ноябрь декабрь декабрь февраль март пять месяцев то кажется что у нас намного много холоднее чем средней европе и намного холоднее и намного морозостойче наши персики они адаптировались к тому же если считать что в них в генах живут у них внутри если это не сказка а если у меня поверите живут гены манджурских супер манджурских абрикосов то есть уже они сенцы но это косточки выросли на привитых персиках привитых манджурских абрикос ну а дальше кто как дальше как получается но факт есть факт морозостойкость выше намного выше чем все цифры приводимые в литературе выше на 5 10 градусов ну а дальше как тот мошенник кинокомедии берегись автомобиля сказал вот все люди верят одни верят что бог есть другие верят что бога нет вот хотите верьте хотите нет но самое высокие мире персики здесь а то что часть из них переходит под крышу вот эту это можно сохранить генофонд мне не хватало только третий показ по третий подряд соревнования зимы чудом выжили мои персики и привитые и сеянцы которые зимовали на морозе фотография я вам показывал и все таки опять укрывать не буду но фонд генофонд останется здесь самое интересное еще пару слов про агротехнику по привычке посадил на небольшие холмы видите уже небольшие хотя тут снега нет и не будет а значит не грозит им то что называется соприванию больше привычка сработала можно было на ровное место садить так но я еще будущее какое может когда-нибудь уберу кровлю может когда-нибудь уберу половину кровли то есть через одну вот может на теплице в одном месте вот тут вот например оставлю на случай соревнования морозов целиком здесь небольшая обшивка так чтобы как бы изолировать помещение а здесь например сниму кровлю потому что надо сохранять моростойкость этих уникальных растений это раз что еще из агротехники естественно поливал но никаких супер поливов поливал так чтобы вода скатывалась чтобы корневая шейка все же была суха вот кстати видите персики сельцевые да сейчас только заметил посмотрите это привитый персик вон он весь в цветочек почках он будет швести я его может еще подержу здесь годик но он привитый не место привитые место на морозе можете его на мороз пересажу но у меня там достаточно молодежи тоже подсуетился на привал вот и сравните эти что мне нравится что абсолютно вот считается что теплица это рассадник болезни вспомните эти искусственные огромные помещения где выращивает и где по 10 20 30 40 опрыскиваний вот я боялся того же самого чтобы теплица это сборник она не только для выживания для процветания того чего мы мечтаем хотим что процветала но и их врагов например считается что они тут должны были быть покрыться плесенью еще раз пройдем теперь уже специальный взгляд ну не обращать внимание кто-то встречается абрикоса что интересно абрикос абсолютно здорово естественно что никто их не обрезал вот какая у них есть крона болезни начинаются это моя любимая тема с того что караул страшный сон садистов знаете какой страшный сон вид портит на самом деле здесь все чисто страшный сон садистов заключается в том что вот это все должно было ага вот скелетно получается да а все что ниже в раз два три часа все это надо было отрезать и вот когда отрежешь это все все дерево слабеет и тогда на него накидывается плесень просто речи грибки которые мы называем то этим самым паршой то монолиозом еще десяток названий я не мог мимо пройти вот это здоровое дерево вот еще раз эти нижние ветки которая ниже скелетных да они практически они будут мало плодности ли не будет плодность они кормят корни они кормят корни они кормят корни не отрезайте не отрезайте умоляю и вот мы имеем пока первый первый мой опыт самый первый это посадка в теплицу кроме помидор ничего никогда не вот пока вот такой пока здесь тепло здесь сейчас на улице ночью было минус 10 вот почему все зелено видите потому что они еще даже не успели морозом схватиться это первая такая морозная зима вот вот она да только схватывается морозом а в теплице сейчас уже где-то плюс 10 не похоже на зиму совершенно да ну что делать такая у нас сибирь противоречивая именно в этом году все должно было быть уже голыми голые ветки голые скелеты на самом деле все не так теперь бы не хватило уже настоящего мороза на сегодня мороз то ерунда почва не успевает промерзнуть это пока в пределах нормы но теплица здесь не октябрь а наверное еще сентябрь как я догадываюсь намного позже хотя здесь очень много этих вот здесь сколько их это все бесконечно и теперь можете обратить внимание бесконечно бесконечно форточки видите все раскрыто 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 и никаких то есть полу теплица скажем так вот совершенно здорово все какая будет на 2 на 3 год вот мне хотелось бы чтобы я буду вынужден чтобы здесь все выдержало вот я буду вынужден и чтобы у вас были ветки чтобы на продажу чтоб не были я вот здесь вот отрежу так если все будет нормально на следующий год здесь будет уже не до сюда упираться вот они а уже он там будут упираться здесь будет огромная масса листьев веток и надеюсь плодов благодарю за внимание